Смотрите сегодня в программе Фанбокс Рафа Ортис покоряет огромный водопад на надувном лобстере 21 июня на планете Земля отгремел Гоу Скейтбординг Дэй Как прошел этот день в Москве А также новости от наших друзей команды Горилла Энерджи Там мужики катаются под 40 лет, которые матерые Кроме этого, главное событие в мире российского брейкданса Соревнование BC One в Москве Итак, усаживайтесь поудобнее в эфире телеканала TNT Music программа Фанбокс Друзья, всем привет! Это Фанбокс, меня зовут Глеб Балелов И сегодня у нас супер насыщенный выпуск Поэтому я буду краток и мы сразу же приступим к делу А начнем, как обычно, с видео, которое на этот раз нашли на задворках интернета Я уверен, что многие из вас его видели, но найдутся и те, кто нет Поэтому давайте за них порадуемся Друзья, позвольте сразу же извиниться за качество видео Но мы его очень хотели вам показать, потому как оно уж очень жизненное И в очередной раз указывает на то, как много значит музыка Едет себе, значит, чувак на снегоходе по горе вверх на лютом стиле Друзья в восторге, снегоходчик на кураже И как быстро в нашей жизни все меняется Сначала ты на коне, а потом бах, и твой конь уехал И вот он, момент расплаты за фривольное поведение в горах Бах! Друзья, прямо сейчас на ваших глазах разбивается где-то миллион рублей Конечно, жалко, что все так произошло И мы искренне надеемся, что снегоход застрахован И парню удастся оформить это как автоподставу Ну а нашему следующему видео можно смело поставить хэштег Псих без башки, people awesome и так далее В общем, прямо сейчас вместе с вами мы переносимся в Америку В штат Вирджиния, где произошел один очень необычный случай Рафа Ортис, мексиканская звезда каякинга В нашей программе мы уже рассказывали о его мировых рекордах Которых у него немало Прохождение самого сложного маршрута с перепадом высоты в 230 метров Также Рафа дважды устанавливал мировые рекорды, покоряя самые высокие водопады Его последнее достижение это 57-метровый гигант И вот буквально на днях этот парень вновь заявил о себе, поставив новый рекорд Став первым, кто покорил водопад на надувном плавательном судне Лобстер! Да, мать его, он решил прокатиться вниз с водопада верхом на надувном лобстере И, кстати, его выбор пал на этого ракообразного неспроста Год назад Рафа попал в музей Гугенхайма, где увидел в стеклянном кубе надувного лобстера Что его дико удивило Люди считают это произведением искусства Надувной лобстер? Буквально через пару месяцев на одном из пляжей Мексики Рафа увидел местного торговца, который продавал точно такого же И тут он понял, это судьба И ему просто необходимо его купить И, конечно же, прыгнуть на нем с водопада Субтитры создавал DimaTorzok По словам Ортиза, самое страшное это было перевернуться в воздухе И упасть лицом вверх прямо под толщу этой воды Но его опыт колоссален В общем, аплодисменты, свист толпы, занавес, красавчик Ежегодно скейтеры планеты Земля выходят на улицы своих городов Происходит это 21 июня Порой это напоминает какое-то наводнение Сотни людей несутся вперед И шум их колес напоминает какую-то горную реку В общем, зацените сами Респект погоде В этом году в библиотеке американского конгресса появился новый документ Гласящий, что именно этот день признан международным днем скейтбординга И с этого момента ежегодно в этот день скейтеры всего мира выходят на улицы своих городов Чтобы обозначить свое присутствие Пока у нас погода вроде бы налаживается Солнышко В Москве в этот день скейтеры собрались на одном из главных спотов города Поклонной горе Затем своим ходом добрались до Нового Арбата Где расположилось еще одно известное место Так называемые 10 ступенек Здесь мы и пересеклись со всей бандой Надо сказать, что в этом году участников было значительно меньше, чем в прошлом Наверное, сказалась погода Но все равно человек 100-150 в этот день все же выбрались на улицу Сач, привет! Все ехали, люди падали Ой, Глеб Эйфик, здравствуй, здравствуй Во время всего заезда на каждой из остановок проходили мини-соревнования Этот спот, как говорят скейтеры, закрыл Рома Иванов Затем все отправились на Октябрьскую, залетев по дороге на Красную площадь Ну а мы из-за отсутствия нормальной камеры, снимающей в темное время суток Полетели в сторону дома С чувством, можно сказать, выполненного долга И приятным ощущением того, что где-то на другом конце земли Тысячи таких же людей, любящих скейтбординг Гонят по улицам своего города И эта общность в очередной раз подтверждает Будь ты черным, белым, азиатом, латиносом, да кем угодно Если ты катаешься, то ты в семье И приехав в любую точку земли Найдя местный скейт-парк, ты ощутишь себя дома Ну а прямо сейчас молниеносно и беспощадно в нашу студию Врывается тим-менеджер команды Горилла Энерджи А по совместительству динозавр отечественного BMX движения Федор Забалуев Он продолжает следить за всем, что происходит в плотных рядах нашей команды Ну а кто, если не он? Всем привет! В этой части программы, как всегда, я познакомлю вас с последними новостями Профессиональной команды Горилла Энерджи Поехали! Экстрим-плаза в парке Садовники уже третий год подряд принимала у себя контент The Ball В этот раз организаторы решили сосредоточиться только на дисциплине скейтбординг Конечно же, такое событие не могли пропустить наши засегдаты рыбаки Сема Кутузов и Дима Двойничников Репортаж оттуда Дисциплину Боул можно смело назвать основой скейтбординга В свое время в Калифорнии именно пустующие бассейны сделали буквально переворот в этой индустрии В России до недавних пор регулярных пулов не было И только со строительством бетонных парков Российские скейтеры получили возможность попробовать себя в другом скейтбординге И слово «другой» тут вполне обоснованно, потому как это сильно отличается от катания на улице или же в парке Ну вообще, Боул, даже это не минирампа, типа, отличается от минирампы, понял? Тем, что тут бетон И, по идее, должны быть естественные радиусы под 90 градусов Да, Боул же, ну, типа, копия оригинального уличного бассейна Вот, и если взять вообще именно уличные бассейны То у них коупинг даже больше, чем здесь Здесь он просто железный, как минирампа, да? А есть Боулы такие, где, ну, прям выпирают И там очень сложно кататься Ответственные стенки и выпирающий копий Ну, там, там мужики катаются под 40 лет, как бы, которые матерые И это еще одна особенность Боул скейтбординга Людей, так скажем, в возрасте катается очень много Есть даже соревнования для тех, кому за 40 Когда уже ноги не те и прыгать с лестниц Не в кайф прокатиться в таком бассейне, как душу отвести Вот я на самом деле считаю так То, что дало мне мотивацию тоже продолжить кататься, да? Потому что, ну, все-таки мы уже не дети Я подумал о том, что даже когда мне будет 45-50 лет Я смогу просто кататься в Боуле Делать простые трюки и кайфовать от этого Так же, как и на сноуборде Хоть в 70 лет я буду бэк-кантри раскатывать Мое пожелание вообще всем Чтобы они не забрасывали катание, да? На скейте, на сноуборде, там Работа и семья, там, жизнь вообще, она тоже присутствует Но не нужно забивать, короче, на спорт Нужно просто кататься и все, как бы И, ну, это будет ваша душа находиться Кататься на свой взгляд Мы полностью присоединяемся к вышесказанным словам И советуем не уходить в запас тем, кто считает, что их годы прошли Покупайте скейты и приезжайте в бетонные плазы Поверьте, это лучше фитнес-залов Большой репортаж с этих соревнований Вы увидите в нашем следующем выпуске А пока мы двигаемся дальше В прошлом выпуске я показал вам тизер К новому видео из поездки в Минск нашей летней команды Сейчас же вашему вниманию я предлагаю уже полное видео С этого трипа, снятое в стриту Эксклюзив специально для фамбокса Внимание на экран Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Кто-то дает открытые лекции в формат вопрос-ответ, рисование, какой-то импровизированный скрейджем, ребята пилят пластинки, где это происходит батл по битмейки, по созданию рэп-композиции, рэп-инструменталов. Собираясь вместе, все эти люди общаются, делятся опытом и генерируют новые идеи. И это очень важно, как и для личного роста, так и для культуры в целом. Но все же главным событием этих дней стал финал российского отбора на чемпионат мира по брейк-дансу в формате один на один. 16 сильнейших танцоров со всей страны приехали в Москву, чтобы разыграть главный приз. Это поездка на финал европейского отбора. Друзья, прямо сейчас мы с вами находимся в зоне разминки. За моей спиной 16 сильнейших дебоев нашей страны. Именно отсюда начнется их путь на танцпол, с которого выйдет всего лишь один победитель, другой дороги нет. Вы готовы? Ну а теперь, чтобы не умничать и не рассказывать вам о брейк-дансе, передаю слово одному очень авторитетному танцору, участнику уже самой что ни на есть легендарной команды ТОП-9. ТОП-9. Это пипа Роби! Который в этом году разделил участь судейства вместе с другими профессионалами. Думаю, что резонанс будет неоднозначный по поводу этого сайфера. Некоторые батлы будут очень спорными, некоторые решения судей будут осуждаться очень долго. Мне очень понравился в первом своем батле бачок, который представлял команду All The Most и столицу Российской Федерации Москву. Очень-очень ярко выраженный стиль, очень грамотно построенные два выхода, на мой взгляд, именно в плане построения. Были яркие батлы и яркие сложные вещи, исполненные дебоширом. Шотти Фингас немного подустал после предыдущего отборочного, поэтому сегодня ему просто не хватило пороха в пороховницах. Надо перезарядиться, и в следующий раз все будет в порядке. Дипрок – это был яркий пример того, как люди делают анализ своих ошибок и исправляют их, и стараются не наступить на те же грабли. В том году он проиграл Яну в финале российского сайфера. Ян у нас один из самых опытных представителей нашей сцены. Но в этом году Дипрок встретился в финале с таким же опытным и с представителем самой сильной команды, на мой взгляд, восточного полушария нашей планеты. Да, это команда ТОП-9. Коста, у него очень большой опыт. Это был первый человек, который представлял Россию на бесевание в 2005 году. А это было так не много, не мало 12 лет назад. Но, в общем, тот, кто заслужил, кто боролся, тот получил. Три, два, один. Я участвую уже шестой раз. Примерно за два месяца до BC1 я начал готовиться. Думал, что будет по три раунда в каждом батле. Но было намного легче. Было только по два раунда. Мне попалась, я считаю, более-менее легкая сетка. И, конечно же, я хотел и думал, что выиграю. Ну что, теперь только вперед и только победа. Поздравляем зип-рока и ждем в составе 16 сильнейших со всей планеты. Мы, как обычно, за всем следим и обязательно вам все расскажем. Ну что ж, друзья, вот таким вот получился очередной выпуск программы Фанбокс. Надеюсь, что вам понравилось. И ровно через неделю мы увидимся здесь же, на телеканале TNT Music в это же время. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok